Добрый день, уважаемые коллеги! В своей презентации я хотела бы поделиться опытом оптимизации процесса уборки в нашем центре. Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова – это многопрофильный стационар, в котором оказываются все виды помощи, кроме акушерства и детства. У нас 585 коек, на которых за 2018 год пролечилось почти 37 тысяч пациентов, проведено более 20 тысяч операций. Учитывая такую интенсивность труда, мы понимаем, какая нагрузка ложится на средний и младший медицинский персонал. Например, мы посчитали количество транспортировок на диагностические и оперативные исследования, которые выполняет младший медицинский персонал, а их оказалось почти 500 в день. Как вы думаете, останется ли у младшего персонала времени и сил на осуществление качественной уборки, которая регламентирована санитарными правилами? В целях оптимизации технологического процесса уборки в 2016 году в нашем центре стартовал проект «Инсорсинг». Это дополнительное использование ресурсов учреждения путем создания отдела санитарного обслуживания, который взял на себя функции по уборке помещений, транспортировке пациентов, а также обеспечении отделений необходимыми моющими и чистящими средствами. Ключевые этапы внедрения проекта. Основное количество ставок санитарок из отделений мы перевели в отдел санитарного обслуживания, практически не изменив их обязанностей. При этом должность санитарки поменялась на должность оператора. Разработано положение об отделе функциональной обязанности. Перед внедрением новой системы уборки администрация центра выделила специальное помещение для централизованной стирки мопов и подготовки уборочных тележек. Выделенные помещения оснастили оборудованием, стиральными и сушильными машинами, электронно-механическим устройством для приготовления раствора. На текущем слайде вы видите структуру отдела. Большая часть операторов занята уборкой помещения. И поскольку младший медицинский персонал занят не только уборкой, но и транспортировкой пациентов внутри учреждения, необходимо было решить эти две проблемы в комплексе. Таким образом мы сформировали транспортные бригады, которые осуществляют только транспортировку. За основу мы взяли опыт наших коллег из Краснодарской краевой больницы номер 2. Это позволило облегчить труд медицинских сестер и санитарок и высвободить им время для выполнения непосредственных своих обязанностей. Уборка в медицинской организации и порядок ее проведения является важным звеном комплекса мероприятий, направленных на предупреждение возникновения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Пришло понимание того, что ведро и тряпка должны уступить место уборочным системам. Впервые о переходе на новую систему уборки мы задумались в 2012 году, когда на выставке производители уборочного инвентаря продемонстрировали свое оборудование. Мы рассчитали потребность в уборочном инвентаре сначала по каждому отделению с учетом объема площадей, в зависимости от назначения помещения и кратности проведения уборок. Просчитали необходимое количество моб-насадок, салфеток на одно отделение, а затем общее количество. Перед внедрением данной технологии центр опробировал уборочную продукцию. Конечно, все не было так просто, мы долго доказывали и, наконец, нас услышали. Началась поэтапная закупка оборудования, которая продолжается по сей день. Технология безведерной уборки – это метод предварительно подготовленных мопов и салфеток, которые укладывают вертикально и пропитывают дезинфицирующим раствором. Контейнеры крепятся на уборочной тележке. Дополнительно тележка оснащается чистящими средствами, мешками для сбора отходов и прочими расходными материалами. На тележке также крепятся швабры. Мопы и салфетки имеют цветовую маркировку. В зависимости от функционального назначения помещений, каждый моп-насадкой и салфеткой проводится уборка только в одном помещении или палате, что минимизирует риск перекрестного инфицирования. После использования они помещаются в специальные сетки для дальнейшей дезинфекции и стирки. Центральное санитарное помещение, в котором проводится стирка мопов и подготовка уборочных тележек, оснащена стиральными и сушильными машинами, а также стеллажами для хранения чистых мопов. Прием и выдачу подготовленных тележек проводят по утвержденному графику. Отличительной чертой современных уборочных систем является акцент и внимание уборки именно контактных поверхностей и дает возможность замачивания в уборочной тележке необходимого количества салфеток и мопов. Остается только научить наш персонал работать правильно. Нужно отметить, что обучение персонала, занятого уборкой, а также обеспечение процесса методическим сопровождением, инструкцией, технологические карты, СОПы – это неотъемлемая часть работы. Обучение проводим как при приеме на работу и далее не реже одного раза в год в виде устного инструктажа, а также с показом обучающих видеороликов. Для того, чтобы контролировать качество уборки, существует программа контроля «Инкомпас», проверяющая наносит невидимый гель на объекты повышенного риска в палате, а на следующий день, там, где были проставлены метки, светит ультрафиолетовым фонариком. Если гель остался, то уборка здесь проводилась. Если геля нет, соответственно, уборка проведена качественно. Преимущества данной технологии. Принцип работы системы позволяет полностью исключить влияние человеческого фактора на точность дозирования дезинфицирующего средства, который проводится с помощью электронно-механического устройства, а также чистоту смены моющего и дезинфицирующего раствора в ведре. Система позволяет улучшить эргономику, эстетику процесса уборки. За счет строгого зонирования и цветовой маркировки минимизируется риск перекрестного инфицирования. Ну и, конечно, нельзя не отметить экономические аспекты системы. Экономия средств химии произошла за счет ужесточения учета выдачи со склада отдела санитарного обслуживания. То есть мы проводим мониторирование количества используемых средств конкретными подразделениями. Экономия воды и дезинфицирующего средства также видна, так как на увлажнение 20 мобов, например, требуется всего 6 литров дезинфицирующего раствора. В результате оптимизации процесса уборки колонизация микроорганизмами объектов внутриболичной среды снизилась практически в 2 раза. Мы провели такой ретроспективный анализ. При проведении производственного контроля количество наиболее значимых микроорганизмов-возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Это грамма отрицательная. Микроорганизмы стопилококк-ауреус снизились до нуля. Таким образом снизилась значимость контактно-бытового механизма передачи возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Благодарю за внимание.